здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова канал и life и сегодня у нас замечательная тема для гадания на пороге каких событий вы стоите у нас будет с вами три позиции и выбрать нужно будет старые часы эти ретро часы достались мне от предков и я бы хотела чтобы вы с ними познакомились ведь многие еще и их не видели я считаю что это ну такие очень интересные вещи которые многим могли бы понравиться видите такие вот часики очень старые часики 1 2 3 позиции выбирайте те часики которые вам больше нравятся больше по душе и мы с вами будем начинать напоминаю что видео всегда актуальном момент когда вы его смотрите даже если она записана много лет назад вы его наши на просторах интернета значит она актуальна для вас прямо сейчас на пороге каких событий вы стоите сейчас жизни отодвигая последние две позиции и начинаю с самой первой что у нас тут написано зим и так убираю нашу белую карту с чистого листа до сегодня мы с вами гадаем и гадать я буду на таро стихий очень красивая такая вот золотистая колода она нравится мне надеюсь и вам тоже понравится итак на пороге каких событий в жизни вы стоите вышла карта четверка пентаклей ну четверка пентаклей показывают что идет все таки некая жизнь работа и процветание стабильность я бы сказала именно жизненная стабильность иногда человеку для того чтобы сделать новый рывок в жизни начать что-то новое интересное ему нужна жизненная стабильность и устойчивость конечно же это энергия земли дам и карта показывает что у вас может быть допустим постоянный приход денег постоянная работа постоянная семья постоянное место жительства вот или просто жизненная устойчивость когда ты в порядке да вот я это так называю когда ты в порядке на пороге каких событий вы стоите когда сможете накапливать деньги когда сможете думать о завтрашнем дне когда сможете спать спокойно по ночам сможете быть стабильным понимать что у вас есть завтра что вы можете что-то планировать как люди в германии да они могут планировать на три недели вперед свои выходные над ними все конечно смеются но сама суть да что на жизнь настолько стабильно что человек может знать какие выходные когда ему можно спланировать и ничего страшного в этом нет вот вы добьетесь этой стабильности иногда это человеку нужно иногда это тоже хорошо когда ты входишь в то состояние где ты можешь что-то скопить где ты можешь что-то сваять что-то сделать и думать о завтрашнем дне что завтра ты можешь проснуться в той же постели с тем же положением вещей можешь что-то себе позволить хорошая карта устойчивая карта и вот эта энергия земли она не зря вам выпало потому что мы здесь ну второй стихий да у нас и мы понимаем с вами что энергия земли это очень стабильная энергия она приводит человека в некое жизненное равновесие вообще на земле у нас все растет да и процветает вот вы скоро будете расти и процветать но это бывает постепенно постепенный рост двойка мечей вот посмотрите мы здесь видим все же маятник да и феи маятник показывает что вы гадаете вы дома можете гадать вы можете спрашивать что-то у духов у медиумов да вы можете спрашивать у гадалок вы можете смотреть видео на youtube но вы задаетесь каким-то вопросом будет ли у меня в жизни вот это что-то или нет и вам нужно сделать сложный выбор ступать ли мне без этого или это ждать кого-то ждать чего-то ждать феи подсказывают вам какой бы выбор вы не сделали он будет в любом случае верным потому что у нас одна дорога мы не можем за свою жизнь пройти две дороги вы это знаете если вы пойдете две дороги это значит вы уже переместились другое тело и уже начали совершенно другую новую жизнь до душа у нас одна но она меняет тело меняет варианты существования физическом теле она меняет даже планеты как говорят утверждать ничего не могу потому что никто не доказал но сам факт что у вас один путь он может быть только единственно верным для вас потому что неверного пути не существует вы идете в ту точку в которую должны прийти и вам нужно определиться вам нужно сделать выбор на чтобы вы не гадали чтобы вы не спрашивали у этого маятника вам нужно все-таки принять решение даже можете взять сами маятник и посмотреть в какую сторону он начнет склоняться сделайте уже этот выбор пусть даже с помощью маятника с помощью гадания с помощью чего угодно но сделайте это один раз не на смотреть сотню гаданий не надо с сотню вариантов спрашивать даст сотню раз у этого маятника а просто один раз одна фея и все смотрим дальше то есть вам предстоит выбор вы на пороге тех событий где придется определиться и знать что вы пойдете по этой именно этой дороге следующая карта сила вы выберете правильный путь и там будете набираться силы энергии жизненной силы да и вам это надо понять что значит вы не ошибетесь со своим выбором вы сможете пойти верно вы сможете пойти правильно вы наберетесь мощи что такое мощь мощь это когда человек на высоких позиций в жизни как в обществе так и сам для себя но также это может быть путь например укрепление вашего тела выздоровление физическая форма это может быть путь где вы просто ведете здоровый образ жизни ради того чтобы жить подольше карта сила показывает также приручение вы знаете что льва можно приручить можно приручить свои инстинкты изменить свой характер своими усилиями можно приручить какого-то человека договориться с ним с кем вы раньше не могли договориться или быть около рядом с кем-то кто является сильным мира сего но также вы можете сами стать сильным сильным мира сего вы можете управлять но управлять нужно когда ты приручил инстинкты толпы когда ты смог взять под руководство коллектив и подавить их инстинкты ты смог включить их разум и их интеллект они теперь контролируют себя они знают что им нужно и куда они идут ты умелый руководитель то есть вы идете к руководству или вы идете к тому чтобы руководить своей жизнью и сочетаться правильно с окружающими и быть сильным именно набираться силы так смотрим дальше следующую карту нашу я взяла оракул мудрость нет магия земли магия земли не мудро земли а магия земли полная луна а вы знаете что у нас она прям скоро скоро это полная луна и вам нужно будет завершить один цикл своей жизни ну или вот допустим лунный месяц да и начать новый ну так скажем молодой поэтому постарайтесь в полнолуние собраться и потом пройти цикл убывания потом пройти цикл нового возрастания правильно то есть вот когда вы проходите полную луну завершайте старые ошибки завершайте все что вам не угодно с ней вместе так скажем будет убывать то что вам не угодно и потом будет расти то что вам нравится то есть проведите новый месяц правильно новый цикл лунный да и я считаю что каждый может настраивать с помощью лунной энергии свою жизнь он может управлять своей жизнью если правильно сочетается с луной если советуются с лунными днями может быть даже следующая карта шаман ну понимаете да шаман не просто так здесь выпал во первых у вас идет ситуация что ваши предки возможно были шаманами понимаете возможно такое что у вас среди предков были шаманы у вас есть способность к шаманизму более того конечно же может быть такое что древние древняя сила сила древних да может исцелять вас древняя мудрость может вас исцелять и соответственно карта отличная она показывает что вам нужно обратиться к истокам своим чтобы понять где получить исцеление исцеление ваших может быть предков или исцеление именно с помощью старой какой-то древней мудрости карта хорошая она говорит что высшие силы и родственники так скажем вас ну породу духи благословляют сейчас и вы на пороге того чтобы получить от высших сил стадию исцеления когда вы можете улучшать свою жизнь и убирать какие-то застарелые как будто бы даже нерешаемые проблемы смотрим следующую карту танец вообще танец и празднование это прекрасно вы будете праздновать свою победу высшие силы говорят вам что вы на пороге тех событий когда в жизнь придет радость танец и праздник и мое мнение здесь что любой ритуальный танец это празднование это урожай это когда у нас что-то получилось да допустим охотники сходили на охоту принесли добычу у них получилось они танцуют и также это ну наши любые победы да мы можем праздновать и танцем а можем танцевать и по-настоящему ну то есть идти там не знаю на зумбу какой-нибудь или на латино и танцевать чтобы у нас был ритм жизни чтобы мы поймали ритм чтобы мы могли там не знаю фигуру навести и просто радоваться у нас при будет энергия да с помощью танца хорошие хорошие карты у вас падают смотрим дальше я тут еще взяла вот такой вот замечательный оракул наших феюшек дам карен кай давайте посмотрим на как на пороге каких событий высвете что же вам феюшки то скажут такое интересное ну естественно вот видите все таки природа звуки природы это все для вас да для вас я считаю что вы должны слиться с природой вам нужно посетить может быть даже место силы вам нужно понять что ну бывает такое место силы насыщает нас невероятной земной энергии мы когда посещаем лес например мы берем силу земли мы посещаем море мы берем силу моря воды да мы бывают посещаем горы мы берем силу ветром то есть смотря где вы будете вот на сам факт знаки природы звуки природы чувства до которые дарит нам природам это всегда прекрасно вы знаете природа может посылать вам сообщение земля наша может посылать сообщение которое вы ловите в окружающем мире и эти сообщения они идут по сути к вам постоянно но хотя бы один день уделите для того чтобы их прочесть или уловить просто поезжайте на место силы и ваше сердце откроется для этих знаков и вы получите знаки природы да и сигналы природы так скажем сигналы то есть они могут быть и среди даже песен леса ну вот такая вот у нас первая позиция а мы переходим к позиции номер два на пороге каких событий вы стоите наши вот такие вот часы какая-то фабрика у нас не знаю я так и не смогла прочитать да что тут написано от кто знает кто разбирается и так у нас белая карта чистая карта я специально так сделала гадать мы будем сейчас сначала на таро стихий на пороге каких событий вы стоите видите до конца тайна да на чем я гадаю сегодня мне это нравится интрига и так первая карта это туз пентаклей на пороге процветания вашей жизни вы стоите на пороге того чтобы высшие силы дали вам большой шанс и возможность вы знаете многие люди спрашивают у меня я много лет пишу видео и они спрашивают у меня вот вы пророчите нам богатство процветание как же мы это сделаем но тебе ведь бог то каждый день дает такую возможность каждый день ты можешь встать утром и прочесть четыре книги ты представляешь каким менделеевым ты станешь через месяц если ты будешь каждый день так делать конечно ты так не сделаешь конечно прочти одну хотя бы одну по продвижению себя в этой жизни возьми любую бизнес книгу но начни не знаю со стимуляции прочти наполеона хилла думай и богатей возьми этот шанс вот я тебе сейчас даю шанс от вселенной передаю информацию возьми и начни с наполеона хилла возьми эту книгу и прочти и и она читается но от силы полтора часа вся есть ты сядешь сосредоточься и прочтешь то даже если весь день ее будешь читать ну постарайся осилить да тебе может быть не совсем интересно развиваться но ты попробуй вот высшие силы говорят у тебя есть прекрасная возможность скором времени стать богатым известным популярным крутым но возьми ты только эту возможность кто из вас ее возьмет давайте кто хватает первый она вообще у каждого есть из вас всем всем далее всем это туз пентаклей пришел кто возьмет возьми возьми прочти хоть одну книгу купи книгу по продвижению instagram купи книгу по продвижению youtube купи книгу по бизнес продвижению любую книгу купи до роман купи прочти ты уже будешь на полпути к продвижению понимаешь просто тебе нужен этот шанс тебе каждый день дают тебя глаза есть уши есть даже глаз нет уши есть в аудиокнигу включая в интернете вон закачивай в наушники и вперед просто у каждого из нас есть эти возможности ежедневно но возьмете вы или нет этот туз пентаклей вот это ваш шанс богатства на какие на пороге каких событий вы стоите в жизни на пороге богатства процветания его нужно просто взять для этого что-то надо делать как имели на печи 33 года лежать ничего не придет богатство дом не постучит нужно что-то делать возьмите и начните прямо сейчас дослушали видео и пошли делать начните с уборки вот возьмите все уберите следующая карта девятка мечей здесь мы видим нимфы на дереве и вороны тоже на дереве да вообще тут еще есть таблица со знаками как вы видите интересная карта довольно такая многогранная есть виселица для повешенного но повешенного здесь как вы видите нет и мы понимаем что у нас есть ряд возможностей что мы выберем вот в чем вопрос мы можем пообщаться с нимфами мы можем пообщаться с воронами мы можем залезть в петлю можем познать вот эту таблицу интересных знаков и расшифровать их посмотрите внимательно что вы выберете из этого я бы к таблице полезла неважно что там написано я бы уже сидела и расшифровывала однозначно вам нужно считать знаки из окружающего пространства и опять же с книгами здесь связь возможно а возможно с какие с какой-то интересной информации девятка мечей в этой колоде показывает что нужно скорее всего разгадать какую-то информацию тайну скоро эта тайна придет разгадка этой тайны к вам у вас будет возможность ее узнать и высшие силы дают вам в руки эту возможность скорее всего это тайна ключ к тому чтобы открылись какие-то двери вашей жизни король мечей смотрим на нашего короля здесь куча знаков первое что тут есть то что он у нас с копытами да у него есть меч он полу животное получеловек это знать что он бог вы знаете всегда так мифологии король мечей вот здесь обозначен вот таким вот богом да как же назывался он там людей одурманивал по моему но это не важно важно то что у него есть какие-то нечеловеческие силы вы встретите мужчину в скором времени именно человека мужского пола но у которого будет невероятные силы и возможности смотрите например у него будет сила тигра что такое сила тигра это власть это мощь это умение отстаивать себя лидерские качества в том числе сексуальность конечно инстинкты когда ты извини даже вот в мире бизнеса настоящий тигр до конкурентоспособный я здесь еще вижу вот таких вот каких-то баранов до которые явно упертые упорные которые добиваются достигают чего хотят именно своим упрямством и мы понимаем что человек жестковатый тут и птицы есть на карте то есть человек высокого полета до жестковатый сильный как тигр но он вам нужен для чего-то в жизни он лидер за лидером можно идти куда угодно у лидера можно брать пример для подражания это важно и если вы начнете развиваться такой лидер обратить на вас внимание как на человека неважно вот мужчина вы женщина лидер захочет с вами пообщаться потому что увидит в вас тоже никого лидера и никого способного человека в кого можно вкладывать свои силы свою энергию с кем не не стыдно пообщаться да да и есть о чем то есть лидер вас оценит и будет с вами разговаривать и будет с вами вести какие-то может быть дела а может быть отношения сам факт что сильный человек рядом уже поднимает себя в глазах своих да и хочется что-то делать на примере этого человека ты идешь вперед он тебя вдохновляет смотрим дальше араку мудрость ой магия земли мы здесь видим цветок лотоса прекрасная карта вы расцветете как этот цветок лотоса мужчина вы женщина это не имеет значения ваша душа раскрывается как бутон лотоса как цветок лотоса лотос это символ наполнение энергии шакти это наполнение жизненной энергии у человека и конечно это означает первую очередь развитие духовное развитие скором времени вас ждет духовное развитие и процветание да вы раскроетесь и будете понимать а в чем ваши таланты а в чем ваши возможности куда мне дальше идти отталкиваться от чего да может быть вам в этом поможет как раз король мечей но чтобы задействовать все эти ресурсы до привести их в движение я вам уже сказала нужно что-то делать но читать например смотрите сайты которые вас развивают да даже видео на youtube которые вас реально развивают смотрите по вашей профессиональной деятельности если не можете читать или слушать аудиокниги смотрите есть время для того чтобы помечтать до креативность время для того чтобы найти в себе новые идеи и эти яркие идеи воплощать потом в жизнь когда вы умеете мечтать в итоге вы будете действительно стоять на пороге тех событий когда исполнится ваша мечта о чем вы мечтаете фокусируйте внимание фокус вашего внимания это половина успеха к тому чтобы к этой мечте прийти когда не знаешь о чем ты мечтаешь когда ты не знаешь чего ты хочешь к чему же ты придешь обозначьте свои цели обозначьте свои мечты свои желания четко для высших сил это важно пока они не знают чего вы хотите они вам ничего исполнять не будут и придумывать яркие новые идеи конечно конечно здесь мы видим пещеру почему пещера вам выпало потому что иногда нужно уметь уединяться и подумать это факт нужно уметь развиваться и в одного то есть не всегда мы можем брать и общаться с кем-то кто нас развивает иногда нам нужно священное место где мы побудем в одиночестве где мы совершим эти наскальные рисунки чтобы обозначить план для себя вам нужна медитация вам нужно уединение вам нужно и занятие в 1 с собой вы не сможете развиваться если все время вас будут окружать шумящие люди или ваши шумящие мозги постоянно будут говорить постарайтесь поймать тишину даже внутри в своей головы это важно сразу придет гениальная идея будете творить так смотрим оракул фей от каран кай что там скажут наши феюшки для вас мотивация конечно же прекрасная карта вот когда вам хочется что-то делать задумайтесь если у вас нет мотивации будете ли вы это делать будете ли вы исполнять мечты почему весной делается лучше чем осенью потому что солнце светит и скоро будет тепло и вообще лето и счастье и ура до вокруг цветы весной сразу ты воодушевляешься солнце на тебя светит тебе классно почему осенью ты увидаешь ты не хочешь ничего делать ты запираешься дома потому что все серии от листья падают тебе дерьмово плохо облака закрыли твое любимое солнце нет мотивации как сделать так чтобы мотивация была даже зимой и осенью как вспоминаете чего вы любите от чего вам хочется творить и делать и делайте это срочно вы знаете мотивация это такая штука на которой как раз таки все и идет в этой жизни движется пока нет мотивации не для вас никто делать не будет не вы сами делать этого не будете зачем если не быть мотивации 0 зачем я буду это делать я не вижу цели я не вижу не повода это делать не желание в себе не вдохновение ничего этого нет посидите в пещере в 1 и подумайте а чего вы хотите и чем себя мотивировать вот из-за чего вы стали бы это делать например вам нужно написать дипломную работу лень осень там я не знаю никакого креатива все надоело денег нет да как у нас обычно люди ничего нет диплом то надо написать дипломную работу или курсовую или еще что-то сделать на работе целую кучу дел перелопатить папки до прибрать их не ничего не охота как себя мотивировать но пообещайте себе купить что-нибудь или попробуйте сделать так чтобы ну попросить кого-то похвали меня вот я вот это сделаю ты меня похвалишь иногда людям нужна похвала даже попросите сделать это искусственно маму попросите мам я хочу это сделать но я не могу себя заставить можно я это сделаю а ты меня похвалишь да это звучит не очень хорошо но это на самом деле работает работает реально просто попросите кого-то вас похвалить ну это по-человечески нормально вообще можно себя хвалить в зеркало встаете утром и начинаете благодарить себя за все например вы вчера не сожрали шоколадку а сегодня не будет болеть печень встаете утром смотрите в зеркало ведь ну какая ты молодец а ну какая молодец у тебя сегодня правый бог в нормальном состоянии ты вчера не сожрала ура ты вообще супер продолжай в том же духе но скажите вы себе хоть что-нибудь смотрим дальше ну естественно естественно это прекрасная карта и она показывает что в скором времени у вас ожидается просвет счастье радость и все замечательное лучшее в жизни после мотивации то но сделаете вы это только самостоятельно только с помощью с ну вот активации себя до человек должен уметь делать сам это не значит что вы должны взять и мотивировать кого-то чтобы за вас что-то сделали эти карты показывают что именно вы должны это сделать своими собственными руками и вы добьетесь всего самого лучшего у вас будет все вы будете светиться но самостоятельно в это добьетесь самостоятельно несмотря на то что у вас будет король мечей который вас тоже мотивирует а сделаете вы все добьетесь всего в жизни самого лучшего своими собственными руками смотри в книгу говорит карта о чем я вам в начале позиции говорила да нужно уметь читать нужно уметь изучать нужно учиться чему бы то ни было смотри в книгу даже если вы хотите просто жизненную подсказку открывайте книгу на любой странице тыкайте пальцем и читайте этот абзац там всегда будет подсказка для вас если вы хорошо подумаете теперь на пороге каких событий вы стоите на пороге процветания но вашими усилиями на примере короля мечей который да он вас поддержит но сделайте вы все сами поэтому процветание будет у вас но после ваших действий вот такая позиция номер два позиция номер три на пороге каких событий вы стоите нашего такие вот часики вот тут написано победа я увидела Так, смотрим. Белую карту мы убираем и берем второй стихий. Замечательная колода. Вот видите, до конца вы не знали, какие у меня колоды сегодня участвуют. А сейчас будете знать. Второй стихий. Наши события. Рыцарь мечей. Неожиданное явление, появление. Неожиданный жизненный крутой поворот. Но здесь мы видим осу. Вообще оса, она правда резкая. Как понос. Она может неожиданно из-за угла взвиться, появиться. И ты не знаешь, чего от нее ждать. То же самое с рыцарем мечей. Он может появиться из-за угла. И ты не знаешь, чего от него ждать. У вас в жизни появляется мужчина, человек. Вы понятия не имели, откуда он вообще явился. Он как гром среди ясного неба. Но вас это будет развивать, мотивировать. И новое знакомство, новое общение для вас очень полезно на самом деле. Также это могут появляться люди из прошлого резко неожиданно. Но тогда для вас этот человек будет приемлем каким бы то ни было образом. Несмотря на его дерзкий, резкий, интересный характер. Пятерка кубков. Ну посмотрите на эту карту. Мы понимаем, вот она факел держит и не просто так. С одной стороны здесь идет дождь, а с другой стороны горит огонь. Карта показывает пробиваться сквозь трудности. То есть получается так, что в жизни иногда приходится, чтобы сталкиваться с событиями, где высшие силы посылают нам вот такие испытания, где стихии сталкиваются. То есть вода сталкивается с огнем. Что это значит? Огонь — это желание что-то делать, а вода — это эмоции. И вам нужно будет победить свои эмоции, ну по сути, делая какое-то дело. И пробиться через трудности. На пороге каких событий вы стоите? Неожиданное появление, а дальше борьба. Но борьба внутренняя, а не внешняя. То есть когда человек эмоционирует, у него эмоции зашкаливают, они берут над ним верх, они хотят его одолеть, но он их преодолевает, берет под контроль и делает свое дело. А задумка какая-то у вас будет, что вы захотите ее воплотить в жизнь, но эмоции не будут давать сначала. И вот вам придется побороться с собой, именно с собой. Смотрим дальше. Пятерка Пентаклей. Ну здесь у нас по пятерке Пентаклей, значит, источник бьет, да, и гномы тут у нас работают, чего-то там делают. Слаженная команда, я считаю. И здесь много-много изобилия воды, да, зелени. Карта говорит о том, что у вас будет какая-то хорошая команда, после того, как вы начнете осуществлять свою идею. Вы обрастете командой, да, и в условиях изобилия и радости вы будете вместе хорошо работать, и у вас все будет получаться. И у вас будет пять источников, которые будут сливаться воедино. Допустим, пять источников финансов, финансирования. Ну, например, да. Так, смотрим дальше. Восьмерка Мечей. Медитация. Карта показывает, периодически нужно будет собираться с мыслями, с помощью медитации, чтобы привести себя в равновесие. Потому что то дело, за которое вы возьметесь, оно будет сложным. Плюс, когда вы работаете в команде, нужно постоянно поддерживать равновесие. Поэтому по восьмерке Мечей, да, вас будет окружать множество людей. Но вам придется постоянно держать себя в руках, чтобы ни с кем из них, во-первых, не поссориться. И чтобы организовать как-то их труд. Так, смотрим магию Земли. Что скажет оракул магии Земли. Вулкан. Видите, вулкан. Вот у нас рыцарь Мечей, он сродни вулкану на самом деле. Сначала будет большой бум, взрыв, неожиданное явление, появление. И мы понимаем, что не просто так. То есть, какой-то человек врывается в вашу жизнь, как вулкан взрывается. И вам нужно с ним как-то тоже ладить, настраивать отношения. То есть, не всегда нам попадаются в жизни легкие люди. Иногда это бывают непостоянные люди. Он молчит, 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 а потом взорвется. То есть, такой взрывоопасный человек, да, вулкан. Человек-вулкан врывается в вашу жизнь. Так, дальше мы видим здесь солнечное, летнее солнцестояние, да. И, конечно же, эта карта прекрасная. Она показывает яркое солнце. И она говорит о процветании. О том, что вы будете, ну, несмотря на то, что это человек-вулкан, сочетаться с ним и процветать. И также, конечно, ну, карта, она показывает, что у вас будет в жизни изобилие, радость, счастье и сияние. Да, вот сияние. Вы будете сиять для других людей. Может, станете даже известным человеком. Но, да, вам придется договариваться с человеком-вулканом. Бывает такое. Так, смотрим дальше. Млечный путь. Прекрасная перспектива в жизни для популярности и известности. Вот видите, у вас путь известности, путь популярности может здесь быть. Или просто путь исполнения мечты и переезда, да, Млечный путь. Прекрасная перспектива на будущее. На пороге каких событий вы стоите? Когда будет реализована ваша перспектива на будущее? Когда вы сможете работать в слаженной команде и добиваться чего-то высокого, светлого. Так, смотрим. Оракул фей. Карен Кай. Интересно. Вообще, вот эта карта, она волшебная. Она исполняет желания на самом деле. И у вас в глубине души есть какое-то невероятное желание для исполнения. Высшие силы видят это. Высшие силы считают, что ваше внутреннее сияние и ваша мечта, они сочетаются друг с другом. И именно ваше сияние, вот внутренний свет исполнит эту мечту. Конечно же, вы можете, ну, пробовать стать известным человеком. И может быть, это и есть ваша мечта. То есть, вот это сияние, оно может означать популярность на самом деле. А может быть, просто вы хотите реализовать себя в творческом начале. Или просто у вас есть заветная мечта, ну, купить что-нибудь или куда-то уехать, повидать другие страны. Но вот внутренний свет ваш сочетается с этим желанием. И этот свет исполнит его. Вообще, высшие силы настроены на то, чтобы исполнять ваше желание. Исцеление. Может, кто-то из вас хочет выздороветь от тяжелой болезни. Конечно, карта показывает исцеление даже физического тела. Сейчас время для того, чтобы исцеляться. Вы на пороге этих событий. Карта исцеления показывает исцеление тяжелых жизненных ситуаций, проблем, трудностей. Которые, казалось бы, вообще не сдвигаемы. Конечно, это хорошая карта, очень положительная. Я вообще считаю, что иногда мы встречаемся даже с людьми в жизни, которые нас исцеляют. Ну и надежда. Нужно всегда надеяться на лучшее. Нужно знать, что если вы надеетесь на что-то хорошее, у вас мысли направляются в позитивное русло. А когда мы думаем хорошее, хорошее и исполняется в жизни. Вы все привыкли мыслить негативно. В этом проблема. Постарайтесь мыслить позитивно. У вас будут сбываться мечты. Вы знаете, чем... Ну вот за день даже. Чем чаще вы возвращаетесь с мыслями к исполнению своей мечты, к тому, что она может действительно исполниться, тем быстрее она и исполнится. Просто помните об этом. Никогда не забывайте о своей мечте. Никогда не забывайте вспоминать о ней и думать каждую минуту, каждую секунду своей жизни. Повторяйте ее как мантру. Ну а такая позиция номер три. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвеген. Всем пока и до новых встреч. Очень красивый Млечный Путь. Пока-пока.